В этом году традиционная сахаровская маёвка, собравшая столичных правозащитников, посвящена российским политзаключённым. В настоящее время в России, по данным Союза солидарности с политзаключёнными, таких узников около 80. О каждом из них можно прочесть на листах, специально вывешенных в сквере музея Сахарова. Вот, собственно говоря, здесь развешаны биографии, справки о делах, преследуемых политическим мотивом. Осуждённых политическим мотивом людей, описание категорий, списки. Типичные проблемы политзаключённых – это незаконные насильственные аресты, лечения в клиниках, фальсификации судебных дел. Юлия Приведённая испытала всё это на себе. Активистку общественной педагогической организации «Факел Портос» арестовали два года назад. Удерживали девушку в Люберецком ОВД и Коломенском СИЗО без постановления суда. 77 дней я провела в тюрьме по обвинению в создании незаконного вооружённого формирования. Благодаря объединению и влиянию общественности меня всё-таки спустя два с половиной месяца отпустили. И уже два года судят. За время этих судов я успела ещё побывать в Институте Сербского. Меня хотели отправить в психушку. Под давлением общественности, во многом международной. В Институте Сербского написали, что всё-таки нормально. Поскольку возбуждённое против Юлии дело до сих пор не закрыто, ей грозит срок до 10 лет лишения свободы. Активистка полагает, что причиной судебного разбирательства послужила её общественная правозащитная деятельность. И в её организации пострадала не только она. В тюрьме оказались ещё трое членов движения «Факел Портос». По словам Юлии, таких случаев усмирения гражданских движений в России становится всё больше. Опять идёт тот же процесс зажимания галек. Отсутствие свободы слова, отсутствие выборов, преследования уголовного. Тех, которые не хотят, как все, просто плыть по течению. Хотят всё-таки, чтобы ситуация стала лучше. Поэтому мы здесь. На Маёвке в поддержку сегодняшних политзаключённых проходит благотворительный концерт «За вашу и нашу свободу». Все собранные средства будут переданы узникам совести и их близким. Вспоминай тут и о тех, кто, возможно, хотел бы присутствовать на Сахаровской Маёвке, но уже никогда не сможет этого сделать. Один из них – адвокат-правозащитник Станислав Маркелов. Здесь же впервые представлена книга воспоминаний о его деятельности. Станислав Маркелов – «Никто кроме меня». На этой неделе она поступит в продажу. NTD, Москва, Россия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...